эффекта тоже у нас засветился последнего что начинается у нас первый бой поехали наконец-то посмотрим на персонажей мне кажется team sonic вернется на боба во времена т-6 своя молодость вот сейчас очень силен четвертом сезоне а там неплохо бафнули и до того что мы вернули крыш дэш-1 времен текен 6 это конечно феерия просто для всех боб плееров мне кажется и далее еще 15-фреймовый ланча чтобы не был такой хаптик хайовый да 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 заборной кастомайзе я правда немножко не уточнил у наших товарищ организаторов разрешены ли кастомайзе в игре но походу разрешены я думаю что никто не будет против каких создать правил на этот момент и ставить науки главное у team sonic есть такая дурацкая привычка когда он чувствует доминацию начинает панец и делать армор вармор очень часто рабочие стратегия почему не подобные ними тебя не неплохо работают по крайней мере на уровне таком среди высоком формате этого тоже не пытайтесь себе пользоваться на зеленых ранг там вас просто будут перебивать и спамить во все поля ничего не сможете на сетапе такого пока что неплохо хитман пресет джеба дэпфейн ой дф1-4 знаете кстати team sonic один из немногих о отлично сетапе до прервался sonic один из самых опытных игроков мне кажется в казахстане если не самый опыт мечта я помню помню его еще с очень древних времен еще с той части который я собственно может как начинал играть и задел зажигала куда кстати пропал такой как большинка за надо я помню потажу очень хорошо бахизл на данный немного отошел от дел насколько я знаю регулярно не играл в т7 он так понажимал на клаудио собственно давал он вау сплата было забанен некоторого не пофиксили официально к серверу работчики это пробел признали а потом основному на топового солнечного исправления были направлены на починку его хитбоксов которые все равно до сих пор остались более-менее поломанными кстати тим sonic не боится ранен 2 делать армон абсолютно верно собственно действий но и пока что мультик работает хитман заберет для себя первого тоже одна из причин почему многие игроки старой школы не любят седьмой часть за этим 2d штраф механик вот некоторые там не знаю 10 лет играть все никак не могут привыкнуть вот этим уриджа армором ой как неприятно а вот самая наверное механика это все имя счастье было удачно и удачно писался это как раз рейдж драйва такой способ слитью льду ой слитью льду не наказанно что он сейчас simsonic продемонстрирует здесь мне кажется хитман не особо знаком с матчапом да пытается залезть в серии боб вообще очень редкий был персонаж по своей памяти онлайн боев очень-очень редко проходил с бобом встречаться кстати да да и в кыргызстане насколько я знаю нет игрока на бобе что не с кем наигрывать скорее всего да и поэтому возможно просто действительно он плохо наиграл к матчам но хитман на время не мешает ему забрать второй раунд уже здесь сейчас просто так да не хитконфермент timsonic просто уверен делать кракер джекер своем привычном timsonic конечно выживет останется там прилично хп то есть практически сравняются они по лайфлейте своему в менее выгодной позиции осталось осталось разводочка от баба не хватило давать те самые пресловутые харада хп добавлены в четвертом сезоне 5 5 единиц я помню когда это змеи не анонсировали все там думали ну вот сейчас лайвары увидишь там раза в два наверно ну вот и уже ждали готовились войне а тут всего плюс 5 хп сделали но культа с поверзлым дамагом на валд комбох ну вот это даёт возможность вот как раз вот эти выжить на пикселя и сделать камбэк еще один такой камбэк на храни получилось кстати не вив паниши timsonic уже второй раз пропускает вал раннего что перед лицом вихать хип timsonic ничего с этим не делает классно кстати джаглэндер у ураги что еще оставлять на водку стиле ну и b22 от timsonic я помню казалось бы что хит уже готов был здесь сравнять счет но нет в итоге timsonic все-таки до ковырял его 20 становится счет и хитман у нас выбывает пока что то что не лыком шиты нашим данного вещам но мы всем табором прям топили за эффекты когда роза даст слетел прям это был такой момент объединения так джулиана с тем временем а вайрок это оказывается лет это лет не знал не знал встречал вот века была дарим я не знал что это лет зашифровались у него кстати них был он лифта 2 поэтому некоторых путают одно время френдоцит устраивал потекал половину кто поменял почему друзья вот на всякий случай что вы смотрите сейчас шоу матч сборных команд казахстана и киргизстана вот матч у нас провалится формате три на три по системе алкил с двумя кругами то есть до у нас первый игрок играет если выигрывает играет дальше проигрывается соответственно следующий проигрыш команды стоит следующий и так пока играть не закончится вот как только играть и заканчиваться у нас начинается второй круг у всех игроков чарлок на первые на эти самые круги и есть возможность поменять персонажа как раз между первым и вторым кругом вот такая вот интересная система это корейский формат как раз был взят за основу тэпин краш по-моему если я не ошибаюсь да да решили возродить потому что наш шоу матч предыдущий который мы показывали там новичков и старичков проходил скорее по такой старкафт кассе системе алкил ну просто я не очень знаком с командными матчами в файтингах уж простите меня я всего лишь второй год занимаюсь организацией ну с копейками тем не менее формат интересный да поэтому взял просто этот формат который больше знаком но в принципе он неплохо зашел я считаю да ну пока что ребята стараются но team sonic ни один миксап не угадывает да видимо тут тут уже проблема создания матчап начинается в сторону team sonica то есть плоховато как раз юричит у него да хотя частно играл он с disciple но здесь у нас такой игрок он перешел из нрс mortal kombat играл раньше слушай а мне что-то казалось что disciple rode the dice то есть один тот же человек а не там то соло и ролл за дайсс да 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 у него два никнейма данте соло и ролл за дайсс все равно его называем ролл за дайсс полилось вот у него был в принципе опыт игры с юлькой и наигрывал он посмотрим не дакает либо боится медовое продолжение у него и и и и и в и и и и и и и миксов последней надежды для тимсоника не удался и забирает 10 в свою пользу но вот теперь вот вернулся боб который раньше будем надеяться что он вернулся этим соник вместе со своим бобом в этот раз да кстати идеально не интуитивно перележал все атаки делается правильно делать хорошо защищается июлька мне нравится как защите он действует не боится на луха бы приседать дела пока что выглядят не очень этим соник потерялся в офенсе хотя лайфлик получил главное сейчас его правильно реализовать да ну и скорее всего не будет спешить просто до полка это главное не попасть миксов сити да не самый агрессивный боб вообще сейчас этим соника это привык что в основном бабы любят ходить в атаку любят более аккуратно возможно это просто матч аптелька да с юльку очень сложный складывать свое момента отлично так да идеально довел до стенки видно что кто-то посидел в тренировочке поработал на персонажем выделено забыл и кстати уточнить правила по поводу пастомайзер надо как раз этим соника узнать случае перерыве где-то между матчем главный организатор всего мира принятие я так просто приглашенный комментатор как на мероприятие стример по совместительству кстати вардрамс очень мало сутопит лет видимо ждет ситуация когда будет устина этим соник но можно и до следующего раунда дождаться вот летний дворик поместили за города слышь было бы круто если бы наговор до стати был переход сразу очень много стены так но микс опустить и работает почти 5 без без 5 хп перфект да мне кажется лес должен был сейчас в этом раунде почувствовать один из вариантов своей победы потенциальный да перестал пробовать лет волновался очень 50 на 50 работает так решил сам чем соник начать хелсвипе своего оппонента какой-то паник турту по-моему включил все лет просто отказал отказано было нажатии кнопок держал блок о господи шарюкин залит намного демиджа у нас по слабкому отлично хорошо сайтвок телец о компанией нашли группы сдал видовое продолжение ну что смотришь по и просто время для simsonica потом сайта на того чтобы вывести команду казахстана в отрыв нашим сегодняшнем снг шоу матче да но не стоит забывать что там эффекта да 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 козырь видимо остался на потом вартрам все немножко неправильно рассчитал и вот он новый 15 фреймовый лаунчер боба все красе кстати сезон 4 стало намного лучше с кыргыстаном играть и я думаю во многом благодаря этому и состоялся этот шоу матч потому что раньше было очень сложно играть тем же инфекта коннект был просто отвратительный по крайней мере у меня не знаю какой остальных но остальные тоже вроде не в восторге были ну лично у меня опять же по крайней мере с казахстаном к нам хороший достаточно всегда сам не особенно подачи я многих игроков сам не знал и у нас 18 и 17 побед вот этот инфекта злобный по кормам уходит мне кажется он какой фактор политика больших пуш у тебя два этим соника такие вещи против не пугают пока что непонятно что пытается сделать в зоне и паутить за боба по моему это не самая лучшая идея персонаж неплохо садится на лицо не будешь нажимать факум рама он сам за нажимает до смерти я думаю тимсоник осознал и будет сейчас играть чуть более активно было тут у нас несколько дней назад дискуссия в дискорде по поводу лекцию производил потому что мы идем факум раба одно время когда-то только вышел немножко по даруковил объяснил за его троечку с выходом кунимец окончательно пришел на неё сила привязанности женским чаром куда-нибудь делся с ночью человеком сюда плечка на помощь в инфект она помню что кроме в кумрама есть еще лерой запасил и систему нас здесь какая проведение у нас два круга три на три на каждой группу пару игроков чарлок между этими кругами не смогут персонажи поменять случайно пойдет не так очень стильный эффект сейчас за пони шел заблочит вроде бы что-то там в топ-2 топ-3 они заняли на 1 что-то там вроде бы этим соним точно не припомнил рассуждение у нас вот забыл соль мне тоже кстати есть дорогие идея как-нибудь у ваших казаться именно в оффлайне может быть даже в этом прошлом точнее году такое могло произойти нового я решала сильно известное событие на умах таба вот и пришлось план свои походные отложить кстати ребята неоднократно приезжали к нам на оффлайн ивенты эффекта приехал и забрал первое место это было по моему год назад ром прошла весна он приехал и да весьма удачно выступал забрал первое место так что история очень богатая сочная сейчас я играй просто зашел от боба немножко не хватило его по гинфект один собирается под по раунды мачку и на него ниже ни одного раунда здесь simsonic не заберу соника мне кажется начался самый знаменитый чок когда он делать дик джеб в с 4 пузо в одном секунде классический сута помощь онлайн его бобов пытается сделать д-1 ну кстати всеми правдами неправдами забирает на себя один раунд остается на потом мало и нужно еще два а потом еще три вот тут начались халсвитов ой отлично отлично поседает поджимами да не заканчивает джагл если он хотел сделать руки не вижу очевидной мотивации так заканчивать комбо заходит разнать мекса после него удача ну тут не хватит до минус а таком надо нужно пытаться завязывать что-то еще он можно сейчас мы строечку делать какой-нибудь забирать этот бой за счетом 20 поздравляем поздравляем команда кирдистана который выходит вперед сейчас одесс молодец эффекта недавно тащили чемпионате россии на кубке россии показали себя ну и целом я думаю еще заявит о себе неоднократно возможно в 2021 году когда у нас будет следующий чемпионат россии вот кстати сказать помянули мы джина он и явился правда не свои дьявольская вполне себе обычной форме выбрал у казама тактик сейчас на этот бой мне кажется дольше чем казама тактик на джине сложно найти человека который играет на территории снг как минимум потому что ну пока не было за финны на протяжении всего таким всем за финна по моему в каком в сезон 3 до в третьем сезоне да это был первый делся персонаж не подожди а был второй персонаж после героя или пели или первые он все-таки был я уже не помню так давно был целый год назад и он просто играл на джине у него там какое-то пешкиное количество сыгранных часов больше всех вместе взятых участников турнира я помню тогда была забавная история как раз что организаторы не забанили дэйван персонажей в тот момент перед перед самым турниром в ночь вышла захина и тактик как раз как и старый мейни просто всех пократил на этом дэйван персонажа со цене как раз напомнила и сф 2019 года когда лерой вышел и вот когда морфан ездил и персонаж его пока еще многие игроки находились самолете в частности вашей сборной а потом там просто книг всех на этом фокумрами на этом лерой и прокатил веселая ситуация а вот надо было лететь на самолете с вайфайм я так полагаю что ребята из нам хотя мне кажется вот у нам к опять та же самая проблема как организаторов которые кстати сказать нам никакого отношения не имеют международной федерации киноспорта я помню что было очень много недовольных турнирам какой момент кстати пока что 20 до пользу тактика был отлично и казахские канканы пока что не работают немножко скриптуется тактик неплохо стенка кривая на свой свой залит это был фаниш сложно сказать по моему казах тактик нажал что-то ну похоже да он успел навык перед тем как это выполнил это пройдет это раунд ушел хоть игрока стилиста но на одну шаги отталов делшим 1 0 а там все-таки of the money of the time да уже кафтарева как-то три матча на последние онлайновые турниры последние двух месяцев сработало на это на инфектов до конца не верил что сделает тактик ну по-моему это смерть ранова то поверили в тактика охраняется время на такую нехилую заявку на камбэк да он имеет отличный лайфлид волсплат приятно гардбрейк уникальная кубрама было мнение что в четвертом сезоне всем дадут по гардбрейку такому кубрамовскому аналогично с оллбаундом гиза в третьем сезоне вот но нет все таки оставили это механика уникальная наглядую персонала просто 3 халфлипа подряд так вот здесь будет так ожидал такого развития события ищет скоростью комет в области во временем второй десяток побед я-то оформил на сам факум раме инфекто моды боя казама тактик показал что он не такой задрор в 4 контр-хит нескоферного комбо так зайдет в принципе посмотрим ой как же обильно буквально с любого состояния вешать на стену интересно угадывает все хелсвипы да тактик начал очень скриптоваться дима зафин она оставил на второй круг и на второй круг спешил практика какой же чем сейчас происходит просто все попытки лоу сделать лоу переца дропает тактик неприятно приятно да да буквально в шаге от того чтобы сравнять общий счет встречи так но бери на хелсвип не работает все блочит все наказывает непонятное решение время и немножко хп снять конечно тут не сравняется но пара удачных сетапов сейчас зашла и может забрать но этот бой все-таки уходит в пользу игрока из тирдистана и общий счет становится 22 поздравляем эффекта с победы с мелан сравнять здесь счет пользу своей команда все-таки он очень классно именно в плане того как зашел по дизайну да и касательно чингиза я очень часто завидую людям которые попадают своими знаешь когда тебе персонаж нравится начинаешь играть он оказывается топ-тир еще прям дам вверх какого-то мастерства предупредение что вышел допустим персонаж он тебе нравится но вот он дно и что с этим делать страдать признамогать ну да не к счастью это не столь явно не столь большую роль играть допустим тоже м.к. очень нравится именно по дизайну свои стилистики дно морское просто пробитый без всяких шансов топ-тайрных чуваков какие-нибудь там 52 на 58 процентов или 53 на 57 даже прибыл сейчас на поспешил конечно нажать там чингиз скажешь все таки замечательно тройка кстати сказать еще возвращаясь к левой по моему он до сих пор держит самый большой самое большое количество положительных матчапов процентов соотношения где всех еще по моему набиты в те времена когда мне был по нерфинам кстати и по нерфинам он тоже достаточно не убил не убили персонажа не грамотно они к этому делу подходят в отличие от некоторых других антон файтингов персонаж моста после нерфа может удалять может быть удален из игры какой-то казахский ресерс сейчас было чингиза по моему эффекта держал кнопку назад и опять нежный рейд раев такое впечатление что то ли не знает о ли не успевает ричинлист на это дело реагировать себя постоянно так лично заходит не возбранно пользуется обожаю дальше играет темы лерой смита помогает пора мне кажется вставать трость проблема с этим матчапом так что не исключаю сюрпризов англона отличный парик просто перелетает рано рано инфекта отпустил блок обязательно на стойку на плюсах там дальше открывает да прописывает просто визу в микс апп сити пойдем-ка сыграем в угадай ой как же он ошибается с таймингом пэри сейчас да чё-то никак никак не получается чингиза это дело провернуть ставим он пытается это перепихать но постоянно как-то эффект это дело перебивает либо по таймингу либо нижнем мне кажется слишком сильно надеяться на него чингизия это может сыграть себе злую шутку учитывая то что один матч он уже летит кроме что-то другое я помню что у нас матч играется в фт-2 формате орки сейчас чардженную даку зацел сделал гард брейнг и пытался чингиз прервать и отъел каунтер хит еще больнее стало ну что ж в одном шаге от 23 победы сейчас инфектора кстати он ни разу да не проиграл еще в лобби да не знаю с кем он там в лобби играл но нашим сегодняшнему это расстояние казахстан и киргизстан и фронов тупых игроков это стран пока что эффекты выходят счастлива до победителя 5-0 да пока что у него но у раунд брали хотя нет нет раунды раунды у него брали раунды брали раунды брали и бой по-моему тоже чингель брал нет 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 там 22 каунда тактиком он брал айли что я говорю да он не разу не проиграл он еще пока бой да он был близок к тому проиграл раунду но вот бой еще пока не уступил он хорошо читает волк ой 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 слишком рано чингиз нажимает угадывать миксап садиться под джеб эффекта оно произошло удушье и эффекта не побеждает сборную казахстану да получается что эффекта в одиночку просто вынес всех соперников и сделал счет 3-2 в пользу команды киргизта в их со счета 0-2 просто камбэкнул троих игроков ну и по правилам насколько я знаю он остается да у нас продолжает победитель свое победное шествие до тех пор пока не споткнется и не упадет на ком-нибудь из восставших вновь игроков сборной казахстана который у нас вновь стал team sonic это второй круг сейчас начинается для сборной казахстана то есть фактически у нас 3 на 3 но каждый игрок может выйти два раза то есть один раз в первом круге один раз во втором круге ну и соответственно дальше играть на текущий счет который у нас напомню составляет 3-2 в пользу киргизта как раз инфектора просто вышел и три матча забрал сделал укил фактически всех своих соперников в т2 формате ну а комментирую для вас все это действие за рату и мама буду не забывайте ставить лайки подписываться на канал нашу fighting game комьюнити на котором данный стоит происходит этим временем эффекта опять забирает все первом ну и трейд не в пользу чем sonica ой как неприятно это вот та самая ситуация когда в принципе ты стоишь у стенки и если брайан делает там 24 в целом думаешь ну окей достаточно сложная штука вызывает уважение здесь не знаю насколько засолен team sonic такого но взял кстати не тем временем не джека и не ларса взял он мигеля сейчас в качестве со второго персонажа 2 персонажа заявлено вот на этот матч на этот шоу матч у каждого из игроков и есть возможность поменять их между кругами соответственно первый круг team sonic сыграл на бобби выиграл двух игроков из кыргыстана и потом инфектора выбил его сейчас играется реванш и на мигель он взял качестве своего реваншиста да ну мигель вообще тот самый персонаж которого team sonic берет когда нужно камбэк так ну и даун ты пошли у нас дело больше веселить веселить себя с ноги пытается зарядиться полетелом которому явно не помешает потому что один раунд буквально остался здесь у эффекта готово чтобы один ноль счет сделать потому что ft2 у нас каждый бой здесь играется да на канатах team sonic находится сейчас ну и life lead буквально в 50 процентов имеет эффекта хороший дак ооо сайстлеп раньше кстати таким персонажем на камбэк у него боб отлично отлично рейдрайв заходит в хит я я с томпом промахивается но и достаточно хорошего встречу сломать пол может как-то морально комфортнее на этой арене существовать потому что я знаю может какие-то заготовки есть да что обычно всякие кинги не любят а половину да да я тоже иногда пикаю да всегда приятно сделать стандартный эндер через шайник визор на кинге и сломать стоит пополнить на все эти случаи что вот казахстан у нас сегодня выступает целых две сборные если первая потеряет поражение там выйдут другие не менее перспективные игроки да но насколько я помню результат обеих сборных отдельно будучи да сам этом этом отдельно фактически мы сегодня два матча увидим киргизстана против двух сборных казахстана к сожалению в киргизстане не нашлось еще свободных трех игроков которые сегодня могли бы выступить я помню что там достаточно большая коммуна и когда было первые турниры серии играем углома второго сезона от федерации компьютерного спорта россии как раз были допущены участники из всех стран ну в разумных пределах понятное дело была очень большая делегация раз из тиргизии раз алькул из узбекистана да по моему тоже раз алькул из узбекистана он участвовал и достаточно далеко доходил и на стрима попадал и вообще показал себя молодцом на своем дэвил джиньо да не только дэвил джиньо перфект перфект пока что очень очень странно тим sonic действует но будем надеяться что так отлично дебаггер и уже пошли вход team sonic и я опять наш нижний рейзерайв заходит просто 10 из 10 а он эффекта как-то прокатывает в нашем сегодняшнем турнире турнире камбэк хорошим фокум рама но sonic молодец матчпоинт для инфекта но sonic не теряет теряет запал да все что ты есть него там определенная мотивация поломать такие там наглядцевый винстрик какой-то ну чё до неприличных размеров разросся до хорошего обязательно минус четырнадцать там если не ошибаюсь вы хотите не залачил сейчас после решила нейтральный кинуть сделал бы обычно вперед было бы приятнее кстати до сих пор так самый не понял почему team sonic использует кубки в нейтральном положении и снова вот он ушел какой-то атаки просто соперника ну что же есть рейс и меделя тратит он у вас 1 плюс но получает оказание и нарывается на джек казалось бы было близко да хорошая попытка team sonic но 20 для инфекта и по-прежнему не побежденные боятся с кыргызстана ходит снова победителя начал до шествия но инфекта спас положение посмотрим как он совладает за финной потому что тактик на зафине это дикая микс-ап машина тогда очень хорошего него зафина не говоря уже о том что сама дает зафина весьма и весьма неплохой персонаж профессиональный корейцы ставит в топ-тир на виду с теми же героями стивами ну фактам правда по мне конкуренции все равно поэтому инфекты есть некоторые тайное преимущество мне кажется фактам рама нужен свой отдельный терлист где будет только он заниматься такими теркафтами и у нас арена пакмена надеюсь что и все-таки оставят в игре послушать у него на классные музыки просто заборная да кстати неплохо заре дизайне ли арену по факту добавишь просто логотипы над в случае моды никто не отменял если вы играете на пока по моему впервые за все встречи эффекта не довел правильно до стены восплат оказался низкий да конечно доминация продолжается просто на арене вот этого тайского бойца твою злобный паучихи как бы сказал сарафим тут просто пол лица сейчас она отъела своему сопернику вырвала уходит тарантов вифает за один бэксвим в лоу просто наказала на пол лица куда-то ты не туда туда уползла ой 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 да оказывается сам у стенки но и армор хорош сейчас протопликнул тактик очень вовремя кстати хороший тайминг выбыл для себя тактик неплохо бэкдэш тебя на зафине очень сложно плохо забэкдэшить ну и в инфектора перешел сам в активную фазу наступления что нажимает активно кнопки тактик пока что не знает что делать с агрессивным стилем эффекта до не хватает реверсал зафине зафину тоже можно было бы в отдельный тир-лист ай-яй-яй как больно да и заходят здесь армор хит просто сама буквально там за два дня до успел кое-какой графоне подготовить все таки все таки не было это случилось да да кстати у нас план еще где-то летом осенью насколько я помню ряд международных матчей частности борис соник тоже предлагал свою сборную украины создать международную лигу мини формата 4 мне кажется все для этого делать до этого вполне себя располагает как раз поведение подобных мероприятий ну правда файгинг в основном больше единочной дисциплины популярно как-то команды или кланов соревнований не особо вот можно попробовать эту систему почему нет вроде людям заходило достаточно неплохо да формат в целом интересный разбавляет давайте будем посмотреть достаточно обширный план у нас на 2021 года в случае если не удастся организовать оффлайдные мероприятия процентов таки 85 что не удастся по крайней мере первые полгода не покращается никак пандемии сами знаете чего в лучшем случае наверно где-то к концу лета сможем увидеть какие-то оффлайн украины если все дело пойдет на спад но пока что будет процветать у нас онлайновая боевка ну блогер надход позволяет в текущей четвертого сезона о, хорош дебаг сейчас зашел и это смерзка если он будет, тогда он да, если все правильно сделаешь кстати не блочит дебаги зафиг ну вообще очень плохо я так смотрю у всех игроков здесь блокировка вот именно этого лоу да, от хакумрама в частности рейдж драйв просто 10 из 10 заходят у инфектов пока что никто его еще не сплачет ну кстати я не в курсе реакции саби на этот рейдж драйв то есть возможно ли это сделать в онлайне и в общем в принципе довольно много джедаев на самом деле в онлайне встречаются которые умудряются так какого уровня лоу площадь такой скоростью очень любят тег роли сантактик ну по хп абсолютно просто задай погиблить нижней конечно длины в конце это был он сейчас сыграл мне кажется первый клип за сегодняшний стрим да 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 не забывайте на самом деле есть такая функция на твитчер куда мы сегодня стрим на канале автогатца много разных интересных клипов вот а вот по текину их очень-очень мало потому что как-то мало матча там происходит в основном все по сфу до гулигера с очень интересным файтингом так что не забывайте ставить лайк и подписываться на канал матчпоинт тем временем снова для эффекта казама тактик сейчас очень незавидно положение плохо по уже потерял момент однозначно за финны получше но пока что не помогает на самом деле находится где-то в топах я убил тут табличка вы оставляли в дискорде тиргиз бэкдэши в игре и затем с фокумравом были краски но правда всех обошла кунимец сегодня сказать и мы увидим точно так же как не увидела больше сегодня казама тактика выбывает он сегодняшний битва а счет становится 5-2 в пользу команды киргизстана и что же спасли и что же еще чингис у нас последняя надежда казахстана здесь остается последняя надежда на стали вот он не гон дорогие друзья то верный сюрприз сейчас выходит от представителя казахского fighting game комьюнити не зря сегодня мы вспоминали нигану да-да было у нас где-то в начале и вот он в исполнении чингиза но посмотрим кстати давно он не играл на нигане мы с ним тоже достаточно часто когда выявляется возможность в оффлайне поиграть играем нигана он очень равненько брал пример последний раз когда мы играли он лирой маржа в кастом карсан тоже она периодически него набрал довольно начального уровня посмотрим покатает на плюсах все-таки своей дубины эффекта или все-таки троечка окажется сильно мне кажется буквально секунду подержал вперед не наказывает отлично вешает на стенку будет хороший дмс даете просто жесткий у него начинаются вот эти вот плюсы потом угадай-ка с дубиной ну и над кул арморный лаунчер да мальчики конечно очень опасно его делать я могу не ланч это хорошая штука до кх ты дает чингис решил вейк видимо ножкой 5 вот плюс его не банки начинается вот это все таки знает куда там можно подлезть где-то можно просунуть где может присунуть сопернику какой-нибудь аромство него степ вправо и все плюсы нивелирует очень низом переживается вот эти вот плюсы дальше уже правили свою комнату дамаги конечно по кумрам не занимать пол хп просто как с хуста здесь уносится мочкой для инфектора очень очень момент не разрываемый просу кстати не готова и вот это ульта зря здесь было по торопился на что тысяча она зал там инфектора будет ли здесь пиксель харада или все-таки это раунд позже чингиза тойдет мы сейчас узнаем что такой отсылки к сериалу ходящий метр лице откуда собственно гостевой персонаж появился вкрыть не забавно стоит конечно все таки все таки хватило да да остается просто пол хп вот куману косилились наказать но и так все близко к перфект потихонечку нет все-таки бросок здесь хорошо выводится не за продолжение неужели бы контакт нет нет как бы не случится одежды топ-тир и хорошего водителя на нем то есть принципе тут нельзя сказать что прям стопроцентно персонаж кредит да да однозначно инфекта в средней азии один из сильнейших но посмотрим по пока что видимо что сильнейший игрок на территории центральной азии потому что просто научился увозить руку застану до 53 человека тем временем у нас смотрит на твиче всем привет напомню что комментирует сегодняшний шоу матч в годах казахстана и тюргестана для вас зират и мама буду неплохое начало для эффекта лайфлид получен и также успешно потерян нам пошла комбат датащит до стены убьет да к сожалению кривой во сплат получился да инфекта пытался какой-то ножкой встать отлично вообще чингис умеет камбэкать показывал это не до неоднократно чемпионате казахстана да да буквально из-за телеком в прошлом году не выиграем из лузеров со счета 0 2 2 безоткрытых раунда на ныкидал он за молодец нужно надеюсь что на этом не остановится а всем это нужно было взять входящую арену до родную для них плюс мораль просто появилась но эти два раунда выиграны влажной уверенностью прибавить через свой неправильный эффекта понише лаунча у нас выносит здесь чингис поспать на вине неган и чингис но я решил дать арену персонаж с этим зловредными дудками которые съели не один мозг по своему поначалу 3 сезона ну и чингис продолжает пытался сейчас армор вставить белые спарки перебивайся армор до восьмого кадра по моему достаточно быстрыми ударами или если его неправильно сетапать можно какой-нибудь рандомный лоус сожрать главный чингис сейчас не начать тоже бездумно нажимать иногда с ним такое случается знает на матча очень дисциплинированно сидел ждал вот эту нижнюю дубину под стеной он видел что он сидит и все равно решил нажать лоу они заходят новую дар походу какой-то у него значит не помню я кстати тоже видимо все за четыре дали 14 а дмалу не гоно и не поршу купаться и мочкой ставить как раз матча здесь все сборки казахстан и цельская тоже у нас матч по им сейчас вообще шоу-мачпоинт даже сказал да и поздравляем с победой инфектов и сборную кыргызстана да счет становится 62 в итоге весьма весьма убедительную победы даже сказал в какой-то степени разгром сборная кыргызстана учиняет сборной казахстана в лице собственно главного ударного козыря инфекта просто 6 безответных боев он забирает из 2-0 делает такой камбэк 62 и что ж первой сборной казахстана повержена она с вами ждет еще один матч в исполнении уже следующий следующий сборной казахстана против того же состава к сайской киргызстана где у нас по прежним будет инфектно я думаю что оставит он и потом так что увидим еще и хипа на и ладца здесь мне кажется заслуживает он отдохнуть немного да ну и мы собственно тоже самое сделаем сейчас будет небольшой перерыв минут 5 не переключайтесь и плавайте с нами на канале рпгц где комментирует для вас заратул и мама вуду сегодняшний снг тейтен шоу матч между сборными казахстана и киргызстана и